Добрый вечер. В эфире новости АТН. В студии работает Мария Порсенкова. В начале выпуска коротко о главном. На камерах видно человека, который в первой часу 20 минут кинул предмет до векон магазина и он выбухнул. ЧП в торговом центре Дафи. Сегодня ночью неизвестный взорвал магазин Рошен. Сейчас экспертиза будет разбираться, боевая это граната или не боевая граната на самом деле. Вместо судебного заседания – эвакуация людей. Возле Киевского суда была найдена боевая граната. Честно сказать, подобная ситуация тяжелая, со слов старожилов нашей компании, но последние 40 лет подобной тяжелой ситуации не было. На Харьковщине продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. На сегодня обесточенными остаются еще около сотни частных домов. Убил и забыл. Полиция задержала харьковчанина, который в пьяном угаре убил собственную мать. Теперь подробнее. Взрыв в торговом центре Дафи. Сегодня ночью неизвестный мужчина бросил гранату в магазин Рошен. Происшествия квалифицировали сразу по двум статьям. Умышленное повреждение имущества и хулиганство. Мощный взрыв и завывание сигнализации автомобилей, припаркованных рядом с домами по улице Героев Труда, сегодня ночью не на шутку перепугали их жителей. Где-то полвторого ночи это было. Взрыв был. А мы же все поперепугались. Вы понимаете, это не то, что там... Взрыв самый настоящий. Самый настоящий был взрыв. Такой взрыв, что я подхватилась. Господи, я думаю, что уже и наш дом скоро ахнут. Я сидел на ушниках. Вот. И ребята там тоже, кто где был. И было очень хорошо слышно его. То есть, что-то у нас были закрыты окна, все было закрыто. И такой звук был глухой. Ну, то есть, было слышно реально очень сильно. Испугались как-то? Да, ну, не то, чтобы испугались. Я подумал, может... Ну, то есть, чтобы вы понимали, приблизительно такой звук был, что я подумал, может, машина взорвалась где-то на стоянке или еще что-то. И сразу вот, считай, под окном начали смотреть все машины, которые были, сигнализация у всех началась, сработала. Вот. Поэтому приличная была такая... Испугались и сотрудники круглосуточной автозаправочной станции и автомойки, расположенных как раз напротив торгового центра «Дайфи». Не видел, но слышал точно. Грохот такой сильный был. Ты в три ночи, да? Нет, в час где-то. И что дальше? Полиция приехала, вызывали. Ничего, я выскочил, думал, где-то рядом, а оно... Никого нету. Я закрылся и все. А потом полиция приехала. Три часа ночи спрашивали, что там, что там. Вот слышали, что видели. Видели что-то, не видели, в общем. У нас, в принципе, тех людей, которые ночью были, их уже на смене не имели. В принципе, у нас не свидетели ничего, я бы сказал, слышали взрывы. Сообщение о том, что в магазине «Рошен» на Салтовке прогремел взрыв, поступило в дежурную часть киевского отдела полиции около половины второго ночи. По указанному адресу сразу же выехала следственная оперативная группа, эксперты, сотрудники СБУ и прокуратуры. Патрульные оцепили место ЧП. Специалисты опросили всех свидетелей ночного ЧП и изъяли записи с видеокамеры торгового центра. Уже вылучшены видеозаписы с камер и самого торгового-разважального центра. И те камеры, которые находились поблизости, действительно, на камерах видно человека, который в первой часы 20 минут кинув предмет до векон магазина, и он выбухнул. На жаль, на видео не очень хорошо видно обличие, а известно, что он был в курсе желтого цвета. На месте происшествия эксперты сделали предварительный вывод. Здесь взорвалась граната РГД-5. Однако эта информация, говорят в областной прокуратуре, еще будет проверяться. Все изъятые остатки взрывного устройства уже направили на экспертизу. По всей вероятности, гранату бросили здесь, у входа в магазин. Взрывной волной выбило стекла двери и витрин. Сегодня магазин еще не работает. Витрины пока не заменили. Тем временем, в областной прокуратуре взрыв квалифицировали сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Умышленное уничтожение или повреждение имущества и хулиганство. А полиция просит всех водителей, кто проезжал неподалеку место происшествия, сегодня ночью предоставить им видео автомобильных видеорегистраторов. Инна Степанишина, Павел Велицкий, агентство телевидения новости. На Салтовке средь бела дня у здания Киевского суда обнаружили боевую гранату. Сообщение в милицию о подозрительном предмете поступило в полдень. Как раз в это время в райсуде слушалось дело одного из лидеров антимайдана Юрия Пухтина. Подробности далее в сюжете. Сегодня в Киевском райсуде должно было состояться судебное заседание, на котором бы суд продолжил изучение материалов дела одного из лидеров антимайдана Юрия Пухтина. Его обвиняют в организации массовых беспорядков весной минувшего года сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Однако заседание сорвалось из-за экстренной эвакуации людей из здания. Сообщение о том, что на парковке райсуда по улице Валентиновской лежит подозрительный предмет, в дежурную часть Киевского отдела полиции поступило без 10-12. На место ЧП выехали взрывотехники и правоохранители. Патрульные сразу же приехали на место, разобрались ситуации, оградили проезжую часть, оградили дорогу, чтобы не проезжал транспорт, обезопасили по максимуму, отвели людей, чтобы ничего не угрожало их жизни. Из здания суда и ближайших домов эвакуировали 250 человек, а специалисты тем временем действительно обнаружили подозрительный предмет, похожий на гранату РГД-5. Сейчас экспертиза будет разбираться, боевая это граната или не боевая граната на самом деле. То есть предмет действительно... Ну, похоже на боевую гранату РГД-5, а там экспертиза будет устанавливать, боевая она или не боевая. Позднее эксперты подтвердили, граната была действительно боевая, а взрывотехники опасную находку тут же обезвредили. А областная прокуратура квалифицировала это происшествие как террористический акт. Инна Степанишина, Павел Велицкий, агентство телевидения новости. Уже неделю в Харькове области продолжают устранять последствия снегопада. Энергетики восстановили электроснабжение почти во всех населенных пунктах области. На сегодняшний день обесточенными остаются еще около сотни частных домов. Почему после не таких и обильных снегопадов люди вынуждены были неделю сидеть без света, выясняли наши журналисты. В городе и области все еще продолжают ликвидировать последствия непогоды. В этот раз работы по вывозу упавших веток и деревьев, а также восстановлению света длились достаточно долго, больше недели. Хуже того, длятся до сих пор. Только сегодня, по информации энергетиков, было наконец восстановлено электроснабжение в Харькове и других населенных пунктах области. Однако, по-прежнему остаются обесточенными около сотни частных домов, в которых системы электроснабжения были повреждены на входах. Если где-то есть какие-то единичные случаи, то до конца этого дня мы устраним повреждения. Честно сказать, подобная ситуация тяжелая, со слов старожилов нашей компании, ну, последние 40 лет подобной тяжелой ситуации не было. То есть, очень много было повреждений, как по области, так и по городу Харькову. В Харьковской обладминистрации тоже говорят о мощи стихии, а все вопросы журналистов о том, почему так долго длилась ликвидация последствий непогоды, воспринимают в штыки. Мол, в СМИ неправильно освещают ситуацию и убеждают, что восстановление по нормативам могло длиться месяц, а они справились за неделю. Хотелось бы вас тоже просить действительно правильно осветить эту ситуацию. И Облэнерго, действительно, которые мы такими высказываниями некоторыми, я не буду говорить, кто, но просто мы оскорбляем коллективы, так же нельзя. Поэтому хотелось бы вас очень попросить еще раз правильно разобраться в ситуации, посмотреть на все наши данные, на данные Облэнерго, на фотографии, которые здесь сегодня есть. При этом спустя ровно неделю после снегопада продолжают работы еще 45 бригад в Харьковском, Змеевском, Волчанском и Нововодолажском районах. Там, в отдельных домовладениях, люди все еще сидят без света. А в село Миргород и Змеевского района, где накануне сгорело два жилых дома, в одном из которых погибла пожилая женщина, электроэнергию сегодня подали. Жители села связывают происшествия с перепадом напряжения в сети. В Харьков Облэнерго, в свою очередь, утверждают, сейчас продолжается расследование данного случая. Но подчеркивают, в данных домовладениях были нарушены строительные нормы, местами провода были оголены. Сама проводка старая и проходила по деревянным конструкциям. Накануне на место выезжала техническая комиссия. Уровень напряжения на этот момент, уверяют в Облэнерго, соответствует нормам. Выезжала комиссия, технические работники и другие работники компании в село Миргороды, где произошел пожар в двух частных домовладениях. Обследовали воздушную линию 0,4 кВ, обследовали подстанцию. Замечаний никаких выявлено не было с нашей стороны. После чего линию мы включили в работу. Замерили уровни напряжения в домовладениях у населения. Составили протоколы замеров уровня напряжения. То есть напряжение соответствует нормам. А вот в травматологических пунктах Харькова, несмотря на гололед, по словам врачей, особого наплыва больных за эту неделю не наблюдалось. В день в среднем обращались около 10-15 человек, упавших на льду. В основном это травмы кисти или голеностопа. Ну шла, как обычно, к сыну. И шлёп. И вот. Что вы повредили себе? Ногу. О! Уличные травмы составляют в среднем 50-60 процентов. То есть это травмы, которые получены непосредственно в результате падения на улице. Человек подскользнулся, упал, скользкая поверхность, скользкая плитка. Но если резюмировать, то, как ни странно, ажиотажа такого травматологической эпидемии по нашему лечебному заведению у нас не наблюдалось. Наплыв пациента врачи ожидают после того, как снова выпадет снег и на улице установится минусовая погода. Тогда количество больных с травмами может увеличиться в два, а то и три раза. Лариса Говина, Александр Проценко, агентство телевидения новости. Полиция Орженикидзевского района задержала харьковчанина, подозреваемого в убийстве собственной матери. Женщине проломили череп молотком во время ссоры. Но вот из-за чего произошел конфликт с матерью, подозреваемый вспомнить не может. Был слишком пьян. Убил и забыл. В Орженикидзевском районе задержан 26-летний харьковчанин, которого подозревают в убийстве собственной матери. Мужчину задержали на месте преступления в его квартире. Подозреваемый сам сообщил о том, что обнаружил в комнате тело погибшей. На месте преступления сотрудниками следственно-оперативной группы были обнаружены следы застолья. И после недолгих поисков было найдено орудие преступления – молоток. По выезду следствия оперативной группы было установлено, что женщина 58-го года получила телесные ушкоджения в ходе конфликта с своим сыном на грунте непризнанных отношений после распадения спиртных напитков. По предварительным данным, убийство произошло поздно ночью. Точное время смерти устанавливается. После совершения преступления мужчина еще несколько часов проспал, после чего уже вызвал полицию. Подозреваемого задержали, память к нему уже частично вернулась. Он вспомнил вечер убийства и ссору, но вот в причинах конфликта путается. В настоящий момент назначен ряд экспертиз. Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности также за убийство. Галина Шподарева, агентство телевидения новости. И снова в АТО. Сегодня харьковчане торжественно проводили в зону боевых действий бойцов объединенного батальона Харьков. Трудотерапия и комплексное лечение. В Харькове открылся центр реабилитации для бойцов АТО и их семей. Великолепный квартет американско-турецко-армянско-греческий квартет зажег публику так, что люди вставали и танцевали. Это для джаза необычно. В Харькове прошел международный джазовый фестиваль. Собранные в рамках концерта средства пойдут в помощь детям бойцов, погибших в АТО. Подробности через несколько секунд. И снова в АТО. Сегодня харьковчане торжественно провожали в зону боевых действий бойцов объединенного батальона Харьков. Большинство из них отправляются в АТО уже не первый раз и имеют внушительный опыт боевых действий. Уже на днях бойцы батальона Харьков будут охранять спокойствие жителей Мариуполя. Недавний выпускник юридического вуза и уже полтора года как доброволец 22-летний Дмитрий хоть и отправляется в зону АТО впервые, но говорит, к заданиям готов. За плечами постоянные и интенсивные занятия по физподготовке, стрельбе, тактике. Страна нуждалась в помощи кого угодно, всех обученных, не обученных. У меня было определенное образование, воинская подготовка. Я ношу форму уже очень долгое время, поэтому были какие-то навыки, какой-то опыт. Хотелось бы его применить на практике, помочь как-то своей стране. Молодым добровольцам было у кого перенимать боевой опыт. Большинство ребят, которых сегодня провожали в зону боевых действий, уже ветераны АТО. За плечами у первой роты это бывшая Харьков-1, операции Волновахи, то же зона АТО, сектор М, то есть, в принципе, возвращаемся почти на те же места. Востребованность постоянно, поэтому, то есть, постоянное желание есть, у добровольца есть. Ну, и тренируем как все, как обычно, как себя. Боевой опыт, конечно, внес свои корректировки в тренировки. Ну, тренируемся уже второй год, то есть я сначала, с здания этого батальона. Тренируемся второй год уже. За перемирие я не знаю, едем мы в Мариуполь для охраны общественного порядка. Настроение боевое, все ребята, так говорится, настроены позитивно. Сколько бойцов отправляется в сектор М, в батальоне не уточняют, как и не говорят, какие именно функции будут исполнять полицейские. Ограничиваются коротким, те, которые поставят командование. Решение управления полиции, доверить подразделению Харькова, охранять общественный порядок в Мариуполе – большое доверие, отметил комбат объединенного батальона и прокомментировал ситуацию с зарплатой бойцов. Хтось поширює в интернеті какие-то такие, знаете, цікавые новины. Я вам скажу так, що в связи с реформой и переходом из милиции в национальную полицию, неатестовані працівники, неатестовані працівники, на сьогодні, і в зв'язку з тим, що це перерахування, перерахування, отримували тільки нові посадові оклади і зазвання. Всі інші виплати по нарахуванню за вислуги і так далі, так далі, будуть довиплачені до кінця року. Одеждою, топливом, автомобілями і оружіем ребят обеспечило руководство полиції. Але к зборам защитників підключились і неравнодушні харьковчане. Віт, вчера отдал одну буржуйку тоже для этого батальйона. Я підтримую, тому що я хочу жити в нормальній країні, в свободній Україні. Можливо, не мало стало жити, але хочу, щоб мої діти, мої внуки жили в цивилизованій країні, а не в країні, ну не буду говорити. Проводити бойців на Площадь Свободи традиційно прийшли нескільки десятков харьковчан. Ми завжди приходимо їх проводити, тому що це наші хлопці, харьковські. І я вважаю, що треба вийти і показати, що ми за них боліваємо, що ми про них пам'ятаємо, сказати слова вдячності. Ну це мій громадянський обов'язок. Це наші защитники, це наші діти, внуки. Ми прийшли їх підтримати, пожелати їм щастя, удачі, щоб вони повернулися живими, неврідимими. Сказати, що ми їх любимо, що ми їх чекаємо, що ми гордимося. Просто, щоб вони бачили наші глаза. Алена Сорока, Павел Велицький, агентство телевидения новості. В Харкові відкрився центр реабілитации для бойців АТО, членів їх семей і волонтёров. В одному місці волонтёри собрали психологів, массажистів, спеціалістів по арт-терапії, медиків, щоб вони командою помогали бойцам приспособитися к мирной жизни. Поміщення, де расположен центр, – це один із корпусів нерабутаючого детського лагеря завода «ФЭД», який волонтёри і участники АТО отремонтировали вместе. Трудотерапія, командна робота, именно такий метод реабілитации взяли на вооруження харьковські волонтёры, которые ещё осенью получили во временное пользование, один із корпусів детського лагеря «ФЭДОВЦ». Його законсервували ещё в 2008 году. В качестве ориентира для участников АТО і їх семей на здании центра разместили самый большой в Харкові баннер «Слава Україні, героям слава». Три місяці здешли ремонтные работы. Демобилизований боец 93-й отдельно механизированной бригады Роман Журавлёв проводит мини-экскурсию по комнатам, в которых будут жить его побратимы. Он и ещё шестеро человек приводили здесь всё в порядок. Красили, штукатурили, меняли электропроводку, расставляли мебель и оборудование. Для Романа открытие центра – это возможность встретиться и пообщаться с боевыми товарищами, а ещё получить помощь квалифицированных специалистов. Ну, уже рассказывали ребятам, да, с кем служил, что центр открывается, что можно приезжать и проходить курс реабилитации. Оно поможет состоянию ребят однозначно, то есть работа со специалистами, с тех же самыми психологами. То есть как-то попытаться нормализовать своё нервное напряжение. У каждого, может, по-своему проходит. А у вас? Ну, всё равно же мы уже пришли, наверное, не такие, какие мы были раньше. Реабилитационный курс рассчитан на две недели. Его методику предложили военные психологи. Они же порекомендовали, чтобы в комнатах было именно три кровати. Ведь двое могут рассориться, а трое людей – это уже команда. Есть тренажёрный зал, комната психологической разгрузки и комната изоляции. Если вдруг какое-то сильное психологическое состояние у человека, допустим, ночью, ну, не знаю, возникло желание выйти в окно, к сожалению, бывает такое, чтобы мог психолог отдельно с этим человеком в этой комнате остаться и провести помощь реабилитационную. Когда они возвращаются с передовой, они не должны быть забыты, они не должны быть брошены. Они должны знать, что есть мы, что мы очень хотим им помочь. Мы хотим их вывести из той страшной психологической травмы, которую они получили на территории боевых действий. В центре нет телевизора, интернета и действует категорический запрет на употребление спиртных напитков. Это не отель для отдыха и основным заданием. Здесь, помимо психологической помощи, есть постепенное возобновление и ремонт других корпусов лагеря, чтобы после окончания войны вернуть все помещения лагеря детям, уже отремонтированными. Первый заезд в центр планируется уже после новогодних праздников. А пока что родственники участников боевых действий уже могут приезжать в центр и временно здесь селиться. Наталья Белокудрия, Андрей Домовой, агентство телевидения Новости. Сегодня ты играешь джаз, а уже завтра это помогает детям, погибшим бойцов АТО. Малышам, оставшимся без отцов, собирали средства в рамках международного джазового фестиваля. Джаз-бэз – крупнейший международный джазовый фестиваль, который проходит уже в 15-й раз. В Харькове в рамках этого фестиваля состоялись два концерта. Организаторы сожалеют, безмасштабная реклама, любителей джаза среди харьковчан нашлось немного, но те, кто пришел, не были разочарованы. К сожалению, у нас, допустим, в Малом зале АТОБа зал был заполнен только на две трети, хотя все, кто пришли, на ура восприняли, почти как рок-концерт, честно говоря, великолепный квартет, американско-турецко-армянско-греческий квартет зажег публику так, что люди вставали и танцевали. Это для джаза необычно. Я надеюсь, что это мостик в следующие годы. На втором концерте выступил польский квартет в Эхеменсе – молодые ребята, которые стали открытием европейской сцены. Приехать в Харьков и выступить здесь бесплатно они согласились еще и потому, что все средства от этого концерта будут переданы детям, отцы которых погибли в АТО. Я сюда пришел с девушкой, хотели просто послушать джаз и в то же время поддержать детей, бойцов, которые погибли в АТО, то есть помочь ждать детям. И совместили приятное с полезным. Ну и вообще, мама предложила, говорит, давай сходим. Ну как я могу маме отказать? Те, кто не попал на концерт или просто считает джаз не своей музыкой, еще будут иметь возможность внести посильную лепту в помощь детям бойцов АТО. 16 декабря волонтеры организовывают еще один концерт в Харькове, где выступят уже украинские звезды Руслана, вопли Ведоплясова, 95-й квартал. Они также согласились выступать бесплатно. Все средства пойдут тем детям, чьи родители не только погибли, но и находятся в плену или пропали без вести. Допустим, пропавшие без вести вообще не получают никакой помощи, они считаются диретирами, потому что отсутствуют в расположении части, и их местонахождение неизвестно. Поэтому у нас с вами приближаются новогодние праздники. Мы с вами понимаем, что Новый год, прежде всего, связан с тем, что в ваш дом приходит ваш папа, до которого белая борода. И учитывая, что к некоторым детям папа не придет уже с белой бородой, то мы хотя бы обязаны с вами наполнить этот мешок с подарками, как-то сделать так, чтобы у этих детей тоже был праздник. Волонтеры говорят, их задача не просто купить сладкие подарки, но и помочь необходимыми вещами, какими именно решать будут сами украинцы путем открытого голосования. Марина Николаева, Владимир Борох, агентство телевидения «Новости». И это все новости выпуска. Больше информации на нашем сайте atn.ua. А впереди вас ждет сюжет о новом электронном сервисе, который предоставляет Дворец бракосочетания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова